Сколько должна длиться тренировка? Ну, сколько надо заниматься? Кто-то говорит 40 минут, а кто-то говорит, не-не-не-не, минимум полтора часа. А у кого-то три, каждый день. Ну, будем откровенны, три часа тренировка для обычного человека это бред. Но если ты хочешь стать олимпийским чемпионом, или ты хочешь, чтобы твои дети стали, там, конечно, будет две тренировки в день по три часа. Теперь по цифрам. На самом деле правильно и 40 минут, и полтора часа. Просто все зависит от того, что и как ты конкретно качаешь. Есть такое понятие периодизация. Так вот, это делается для того, чтобы ты не стоял на месте и постоянно прогрессировал. Лично я делаю периодизацию где-то раз в месяц, ну, может быть, в два. Это значит, что у меня два месяца тяжелые тренировки с отдыхом между подходами хотя бы три минуты. Соответственно, тренировка длится полтора часа. Тяжелые тренировки с большими весами. А следующие два месяца точно такие же тяжелые тренировки, но с маленькими весами и на пампинг, на количество. Вот пожал я штангу маленькую, 50 килограмм на сто раз. Ты думаешь, я ее буду полтора часа так жать? Нет. Два-три подхода с отдыхом в минуту сделал, и сиськи убились просто в хламин. А потом добавил какие-нибудь гантельки и там, может быть, ну, сведение. И все, минут 20, ну, 30, потолок. И получается, что когда у меня два месяца пампинга, у меня херовые силовые. Реально, жал там 170, в лучшем случае пожму 140. Но потом, когда я жму силовыми, у меня херовая выносливость. Зато силовые классные. Поэтому время тренировки ты выбираешь сам.